МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Свердловской области после процедуры общения в общественных слушаний утверждена актуализированная территориальная схема обращения с твердыми коммунальными отходами. Основной акцент сделано создание в регионе цикличной экономики, при которой отходы должны подвергаться предварительной обработке и возвращаться в хозяйственный оборот. По словам министра энергетики из ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, благодаря активности уральцев, в том числе представителей бизнеса, актуализация региональной схемы обращения с отходами прошла оперативно и эффективно для всех участников. В ходе общественных обсуждений учтено более 80% предложений. Как отметил министр, в Свердловской области строительство объектов по обращению с ТКУ ведется опережающими темпами, поэтому при актуализации территориальной схемы учтены новые сроки ввода в эксплуатацию объектов. Например, в городском округе Краснотуринск внесены изменения в части объектов по обработке с ТКУ в лесном. Теперь коммунальные отходы направляются из специально оборудованных контейнерных площадок для раздельного накопления ТКУ на линию сортировки. Еще в феврале на заседании правительства, которое прошло под руководством губернатора Свердловской области Евгения Куйвышева, было принято решение выделить из областного бюджета 14 миллионов рублей на создание мест сбора ТКУ. По словам министра энергетики ЖКХ Николая Смирнова, системы по раздельному сбору ТКУ сейчас внедряются в 29 муниципальных образованиях. Уже построено 27 тысяч контейнерных площадок, а 10 из них оборудованы под раздельное накопление ТКУ. Напомню, в Новоуральском округе региональный оператор ТБО «Экосервис» проводит эксперимент по раздельному сбору мусора. На первом этапе на контейнерных площадках установлены специальные емкости для сбора пластика. Жители Новоуральского округа откликнулись на эту инициативу. По словам представителей регионального оператора в Новоуральске, контейнеры активно наполняются, а затем регулярно вывозятся для вторичной переработки. Прямой диалог продолжается. Глава Новоуральского округа Вячеслав Тюменцев продолжает практику встреч с коллективами городских организаций и предприятий. Сегодня руководитель муниципалитета пообщался с лидерами профсоюзного движения, рассказывает Виктор Малышев. Сразу отметим, что Вячеслав Тюменцев уже встречался с одной из профсоюзных организаций, Объединенным комитетом профсоюза 123 Уральского электрохимического комбината. На этот раз встреча прошла в рамках еженедельного аппаратного совещания территориальной организации профсоюза Новоуральска. Началось мероприятие с приятного момента. Профактиву вручили долгожданные награды. Одной из ключевых тем встречи стала комфортная городская среда и ее формирование в Новоуральске. Напомним, в эти дни продолжается голосование за объекты, которые будут благоустроены в округе в первоочередном порядке в 2023 году. Глава муниципалитета рассказал собравшимся, почему необходимо принять активное участие и проголосовать всей семьей. В первую очередь, это возможность снизить нагрузку на местный бюджет, используя для благоустройства региональные и федеральные средства, а освободившиеся средства используя для повышения заработных плат. Все ваши коллеги, которые сейчас работают в вашем коллективе, пожалуйста, проводите эту работу, о том, что необходимо, если есть желание, чтобы зарплата в нашем городе росла, необходимо, жизненно необходимо участвовать в голосовании за эту форму на русскую среду. Это скажется на каждом кармане. Первый вопрос из зала поступил от Светланы Троян, председателя первичной профсоюзной организации и предприятия «Новоуральские городские электрические сети». Он также касался уровня заработных плат специалистов этой организации. Символично, что первую свою встречу в подобном формате глава округа провел как раз в городских электрических сетях. Отвечая на вопрос, Вячеслав Тюменцев отметил, что это предприятие коммерческое. Решения должны приниматься руководителем, а профсоюзная сторона должна быть помощником в этом вопросе. Совместно должны приниматься решения и направляться в городскую администрацию. Отметим, что такие встречи будут продолжаться и дальше. Выстраивание прямого диалога с жителями города, общественными объединениями и коллективами городских организаций предприятий – задача ключевая, ведь только в диалоге возможно выявлять проблемы и находить пути их решения. Виктор Малышев, Иван Вахмяков, Новоуральская вещательная компания. И к другим темам выпуска. Новым генеральным директором крупнейшего в мире предприятия по обогащению урана – Уральского электрохимического комбината назначен Александр Викторович Дудин. Он сменил на этом посту Александра Андреановича Белоусова, который перешел на должность советника президента ТВЭЛ. Александр Дудин окончил Уральский политехнический институт по специальности техническая физика в 1986 году. Начинал на АЭХК в Ангарске, где прошел путь от аппаратчика до начальника цеха. С 2010 по 2012 годы занимал должность заместителя генерального директора по управлению персоналом АЭХК. С 2012 по 2016 годы аналогичную позицию занимал на Уральском электрохимическом комбинате. А в 2016 вернулся на Ангарский электрохимический комбинат на должность генерального директора. Под руководством Александра Дудина АЭХК успешно сохранял предельно низкую себестоимость обогащения урана, а также сделал несколько серьезных шагов в развитии новых бизнесов. Комбинат стал одним из центров компетенций топливной компании ТВЭЛ по выводу из эксплуатации ядерных и радиационно опасных объектов. Специалисты АЭХК не только исполняли госконтракты по ликвидации ядерного наследия на площадке самого комбината, но и участвовали в реализации проектов в Северске и в Москве. В рамках открытого форума местных сообществ городов присутствия топливной компании ТВЭЛ в детской библиотеке Новоуральска планируется фестиваль книжной культуры. Его организаторы приехали посмотреть площадку и встретиться с активной общественностью города. О том, как прошла встреча, смотрите далее. Такого формата мероприятия пройдет в Новоуральске впервые. Книжный фестиваль – то, что будет интересно абсолютно каждому. Форум будет включать в себя множество направлений и разместиться на многих площадках города. В точке, где будет расположен гуманитарный блок форума в детской библиотеке, организатор фестиваля книжной культуры поделился, чего ждать общественности. Если говорить конкретно о структуре мероприятия, то там можно выделить два ключевых блока. Первый – это форумно-презентационная часть. Это встречи с известными писателями, издателями, книжными критиками. Формат круглых столов, книжных презентаций и так далее. Естественно, с автограф-сессиями, с возможностью прямого общения с наиболее важными фигурами современного литературного процесса и книгоиздательского. И вторая часть – это, собственно, большая выставочная площадка, то есть порядка 15 независимых издательств. Организаторы радеют за то, чтобы об интересной литературе, редких, эксклюзивных изданиях узнало как можно больше человек. Книги пишутся на огромное количество тем, охватывают абсолютно все пласты культуры и на этом мероприятии выступят поводом для разговора. Мне, наверное, хотелось бы увидеть побольше фантастики. Я люблю фантастику, люблю фэнтези. Может быть, каких-то писателей. У нас, конечно, есть свой писатель фантаст, Евгений Гоглоев. Но хотелось бы расширить свое представление об этом. Посмотрим, что будет. Я знаю, что у нас город богат разными направлениями, люди увлекаются разным. Поэтому самое главное – это новое. Вот в таком масштабе книжной ярмарки такого фестиваля у нас не было. Поэтому ждем, конечно, с нетерпением. Фестиваль пройдет с 24 по 26 июня. Детская библиотека с радостью будет ждать интеллектуалов города. У всех желающих есть время подготовить интересующие темы для обсуждений с единомышленниками. А благодаря участию в фестивале пополнить свой культурный запас. Кто знает, может, вашу будущую любимую книгу вы найдете именно там. Елена Мельникова, Павел Сизов. Новоуральская вещательная компания. Новоуральская вещательная компания совместно с пресс-службой УХК продолжает знакомить телезрителей с работниками Уральского электрохимического комбината. Сегодня в нашей рубрике «Люди. Дело» Руслан Басимов, начальник юридического отдела УХК. Я Басимов Руслан, начальник юридического отдела Уральского электрохимического комбината. Работа не скучная. Опасная? Наверное, можно признать ее и опасной. Наши юристы УХК прошли, а вторая сторона проходит, когда проходят через рамку, у них начинает сигнализировать эта рамочка, они все выкладывают и выкладывают боевое оружие на столы. Вот тогда немножко коллегам стало так, я не скажу, что страшно, ну, с опасением так это. Мы договоры разрабатываем сами, договоры на согласование направляем, сами согласовываем. Мы разрабатываем и доверенности, и претензии, и исковые заявления, и пишем правовые заключения. То есть, чтобы заскучать, мне кажется, это надо не юристом работать. У нас очень, очень обширная деятельность. Суды всех инстанций проходили, Верховный суд Российской Федерации, то есть доходили и до самого верха. Выигрывали? Выигрывали. Учился в гимназии, 47-я школа. В 2002 году закончил 11 класс и сразу поступил в юридическую академию. То есть первый-второй курс я планировал в Екатеринбурге остаться. Но чем старше становился, тем видел больше минусов в Екатеринбурге, больше плюсов в Новоуральске. И очень благодарен судьбе, то, что я попал на УХК, на такое великое предприятие и причастился к этой истории. Ну, для меня семья всегда в приоритете, поэтому у меня жена, красавица, умница Анна, работает тоже на Уральском электрохимическом комбинате. Сын Тимур, 3,5 года. Хулиган еще тот, пошел в садик. После работы мы играем, домашние дела делаем вместе, где-то путешествуем, тоже мы всегда с семьей вместе. Живем дружно, живем счастливо. Надеюсь, так и будет всю нашу долгую жизнь. Награды для школьников и педагогов вчера вечером в зале управления образования состоялось подведение итогов образовательного события «Школа проектов». Событие было организовано в рамках системного мероприятия для талантливых детей Всероссийского проекта «Школа Русатома». Это был девятый по счету сезон, и каждый год напауральские школьники активно участвуют в нем и получают заслуженные призы и награды. В этом году все было заочно, как и в прошлом году. Надеюсь, что в следующем году уже случатся очные финалы, и те, кто выйдут в финал, смогут подрасти и поехать в другой город, для того, чтобы на финале завоевать первое место. В этом году принимали участие в «Школе проектов» 28 школьников из шести образовательных учреждений Новоуральска. Грамоты и благодарности из рук начальника управления образования Татьяны Аленькиной получили ребята и их наставники. Победителем проекта стали Анастасия Хасанова из лицея 56, Язок Кирилл из лицея 58, Дмитров Максим и Титовский Никита из школы 54. Второе место у Александры Пеганова из лицея 58 и Полины Санниковой из городской гимназии. Среди награжденных еще полуфиналисты и призеры проекта. Поздравляем школьников и желаем покорения новых высот. В этот день награждали и наставников ребят, которые сделали многое для того, чтобы каждый ребенок смог раскрыть таланты и показать свои знания на конкурсе. Следующая информация для школьников и их родителей. Сроки приема работ на конкурс «Слава Созидателям» продлили. «Я хочу стать Созидателем, я похож на тех, кто создает атомную мощь нашей страны». Такова основная идея седьмого всероссийского творческого конкурса «Слава Созидателям», муниципальный этап которого продлен до 15 июня включительно. К участию в конкурсе приглашаются учащиеся общеобразовательных учреждений атомных городов. В этом году школьники принимают участие в двух номинациях «Один в один с Созидателем». Нужно найти архивную фотографию Созидателя и постараться точно воспроизвести ее образ, сделав фотографию, на которой ты будешь максимально похож на своего героя. А начинающие художники или те, кто уже профессионально работает с карандашом или кистью, могут принять участие во второй конкурсной номинации «Комикс о Созидателе» и изобразить события из жизни своего героя в виде серии рисунков, объединенных сюжетной линией. Ссылку на положение о конкурсе вы видите на экране славосозидателем.ру Слава Созидателем – коммуникационный проект, охватывающий людей старшего и подрастающего поколения. Основными действующими лицами конкурса являются авторы-школьники и герои лица, вносившие или вносящий вклад в развитие атомной отрасли и становление городов присутствия госкорпорации «Русатом». Одна из самых важных целей конкурса – сохранение преемственности поколений. Вчера после продолжительной и тяжелой болезни ушла из жизни Ольга Владимировна Шубина. Она больше 20 лет трудилась в Центре внешкольной работы педагогом дополнительного образования. Ее образцовый коллектив, творческую мастерскую Ольги Шубиной знали не только в Новоуральске, но и далеко за пределами города. Коллекцию роскошных образов она представляла вместе со своими девочками на Первом канале в программе «Минута славы». Ольга Шубина была талантливым, отзывчивым человеком, терпеливым и доброжелательным педагогом, искренне увлеченным своим делом. Ольга Владимировна дала путевку в жизнь многим своим выпускникам, помогла определиться с будущей профессией. На ее счету огромное количество прекрасных работ. Она оставила за собой яркий след. Ее творчество навсегда останется в сердцах новоуральцев. Прощание состоится 18 мая в 14 часов в похоронном доме по адресу Фурманова, 3. В Новоуральске прошла 13-я по счету международная акция «Читаем детям о войне». Авторы идеи – сотрудники Самарской областной детской библиотеки. Первая акция прошла в далеком 2009 году. Тогда инициативу поддержали многие города, в том числе и Новоуральск. И с тех пор в зале детской библиотеки ребятам читают отрывки из книг о войне. Подробности далее. В этом году участниками акции стали ученики 4-х классов 58-го лицея. Целью мероприятия выступает чтение и обсуждение произведений о Великой Отечественной войне. Для мероприятия работники детской библиотеки подготовили детям небольшой рассказ начинающей писательницы Антонины Малышевой «Кукла и желтый заяц», который стал в этом году победителем фестиваля под названием «Кора» Московской центральной городской библиотеки имени Гайдара и книгу Агнии Барто «Найти человека». Агния Барто конечно у нас больше известна как детский писатель. Много книг для малышей она издала, но оказывается у нее есть книга для взрослых. Она так и называется «Найти человека». В 60-е годы была на радио такая передача с одноименным названием «Найти человека». Организатором была Агния Барто. И вот в этой книге она пишет как помогала семьям после войны обрести друг друга. В книге писательницы собраны коротенькие рассказы воспоминания, отрывки памяти потерявших друг друга людей на войне. Это истории реальных людей. Первые годы Агния Львовна работала только с письмами. А в 1965 году на радиостанции «Маяк» она организовала передачу с одноименным названием сборника. И вся страна знала, что каждое воскресенье в 9 утра из радиоприемников писательница будет зачитывать отрывки из своей книги, давая людям шанс и надежду отыскать своих близких. Была у нас собака Джульбарс. Когда я с мамой выходил в сарай за дровами, я давал Джульбарсу в зубы одно полено, и он нес его в дом. Для меня это было огромное удовольствие. Передача прожила в эфире в течение 9 лет и благодаря ей около тысячи семей восстановились. При подготовке к разговору с детьми на взрослые темы работники библиотеки ищут разные способы повествования о таких памятных событиях, как Великая Отечественная война. Я знаю о войне то, что мы очень много потеряли людей на войне. и если бы мы проиграли, то нас бы сейчас здесь не было. Когда была война, было очень трудно, потому что мы сейчас должны помнить поступки, которые совершили тогда. Люди радовались победе, и они этого так сильно ждали, когда это просто не объяснить словами, потому что люди, они прошли через этот голод, через этот страх, который был у них просто очень сильно они этого боялись, но они выдержали и смогли это сделать. Интересно было послушать все эти рассказы. Ну, я вот больше узнал про войну, что происходило на войне и после войны. Меня больше удивило то, как искали матерей, отцов, детей и по детским воспоминаниям. Разговоры с детьми на серьезные темы нелегкий труд, особенно когда дело касается таких памятных и жестоких событий, как Великая Отечественная война. Во время мероприятия в зале царила тишина, а это значит, что сотрудники смогли достучаться до детских сердец. Из таких мероприятий складывается чувство патриотизма и гордости за наших предков, которые подарили нам победу и мирное небо над головой. Елена Мельникова, Павел Сизов, Новоуральская обещательная компания. Завтра в эфире Новоуральской обещательной компании в 19.30 смотрите программу «Объективно о спорте». А информационная программа «Объектив» выйдет традиционно в эфир в 20.00. На этом все. Я желаю вам только хороших новостей. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова